Ну что, всем привет. Опять с опозданием. Был у нас тут небольшой просто ножочек, но мы справились. Готовы к труду и разбору. Значит, я анонсировал... Лёня, ты смотри там, пожалуйста, если будут какие-то в чате у нас комментарии, вопросы, чтобы мы это сразу отражали. Значит, я анонсировал, что мы сегодня посмотрели творчество Йосихаро Хабу. Сегодня он сыграл две партии в Кубке Асахи. Кубок Асахи – это такой турнир, где контроль человечный, который нам хорошо привычен, сорок на партию. Транслировалось это все дело на обмемы ТВ. И чем мне нравится этот турнир, Кубок Асахи? Не Асахи, не знаю, как правильно. Тем, что... Ну, опять же, вот это достаточно быстрые партии, и игроки потом... Ну, смотришь партии, они быстро ходят, соответственно, и потом еще они разбирают эту партию, поэтому какие-то даже идеи можно посмотреть во время разборов. Поэтому рекомендую поглядывать на канал обмема ТВ. Очень удобная компания. Значит, Хабу вступил в борьбу, сражаясь с ним за выход в плей-офф. И они, я сейчас скажу, там было четыре игрока, такой маленький плей-оффчик, это группа Е была у Кубка Асахи. И в первом поединке сегодняшнего дня Хабу вступил в борьбу, играл он с таким игроком, как Татсуя Саммайда, седьмой дан. Хабу играл белым цветом, все решалось фулигомой, и в первой партии у нас случилось это сон, как вывали. Сейчас я буду достаточно быстро показывать, потому что хочу две партии показать, поэтому буду немножко это дело веселее. Итак, Хабу белыми сонмайдами черными. Первый ход пешка от ладьи, пешка от слона. Слон золотого генерала. Ну вот этот золотой генерал, вроде как такой намек на, прямо открытый намек на статичную ладью. Но мы помним, что пока здесь пешка не дернулась, не надо делать поспешных ударов. Даже если пешка дернулась тоже. Хотя это уже достаточно все откровенно, но тем не менее. Тут, например, при таком человек может уйти в так называемый вариант саккаты. Это вариант, который любит играть в настоящее время и Сато, и Сумицу, и Сугай Тасую, там немножко с деформированным варианте. То есть на взятие слона, например, здесь бьется золотом, и ладья включается либо как сакката это играло, на вторую линию, либо как любит у нас сейчас Сугай на третью. И дальше там пешка покажет. То есть такая вариант смещенной ладьи с размененным слоном. Поэтому тут еще не все однозначно. Ну, пешка оттолкнулась, тем не менее. И не поднял слона, там не знаю что. А именно толкнул пешку от ладьи. Такое вот какое-то... все это может и для кафудорик перейти. На самом деле, если бы, допустим, Хабу здесь дальше толкал, то он могло уйти в какое-нибудь кафудорное продолжение. Но Хабу здесь выбивает слона, и это, как говорится, потерей темпа, потому что слон выбивает и серебро движется. А напомню, черные и так имели темп, потому что они первые ходили. По сути, проигрывают теперь на два темпа. У нас белые, но это совершенно валидно в Сёге и преимущество такого, скажем так, не получают. Не получают черные стороны. Но надо играть аккуратно за белых. Иметь в голове тот факт, что у вас в проигрыватель двух темпах. Так, слон. Где второй слон? Да, слон здесь. Серебряный поднимается. Ну, сейчас здесь не меняется, потому что слон выстрелится, и здесь пешка у вас пролетит. Поэтому сначала защищается. Ну, то есть, понятно. Взяли-взяли. Радиант, слон туда-сюда превращается. Поэтому защищается. Не даем меняться. И вполне для меня ожидаемый ход. Пешка 3-6. Дело в том, что, так как черные они опережают на два темпа, вот здесь вот разыка с ребро, считается, что, ну, достаточно популярно, это быстрая атака. То есть, надо проводить быстро атаку, пока белые стоят, скажем так, в развитии. И в основном так и поступают. Ну, и поэтому за сторону белых сейчас не очень разумно, как бы, тоже отвечать атакой. Сейчас нужно, как бы, сконцентрироваться на таких, на контратаке и на защитных атаках. Поэтому пешку обычно не толкают отдельно в ответ, а начинают быстро поднимать генералов, для контр-игры. Серебряный побежал. Ну, я думаю, такой есть тонкий намек. Так я сказал, что мы посмотрим, где партии сегодня. А в Асахи, кто проигрывает, тот вылетает. Можно предположить, кто здесь победил, да, если вылетает. Пешка по четвертой линии. Король. Ну, здесь, когда начнется здесь атаки, движение, то начнутся встречные, всякие, встречные контр-игры, а король будет немножко в безопасном состоянии, поэтому вполне разумно для кого-то говорить. Вот король. Серебряный поднимается и поднимает позицию. Дальше идея достаточно простая. Идти меняться и стать счастливым. И вот в этой позиции обычно, конечно, Серебряный выводит сюда. На это даже, наверное, как-то так играет, не идут в эти... То есть создают такие вот такие вещи. Не ускоряют соперника. Ну, дальше тут есть варианты. В том числе, на самом деле, можно и разминивать этих серебряных. Ну, в общем, тут достаточно остренькая игра получается. Но Хаба вот в этой ситуации... То есть идея-то все равно остается, но он продвигает пешку это максимально. Как вы думаете, для чего? Дальше, чтобы как только пойдет эта атака, вот в это место выходит слона. Такой сдерживающий фактор. Тем не менее, наверное, надо было сейчас сразу атаковать, но вначале... Поднимается. Поднимается здесь. Держим, чтобы тут никакой не слоник не влетел. Второй побежал. Ну, я все равно не понимаю, можно было уже пробовать атаковать, но его решает начальник вести крылья. Король. Пешка. Ну, и только сейчас... Ну, немножко поменяли последовательность, но все это было сделано, что я показывал, но, тем не менее, пешка сейчас толкается. Идет вот так он. Взяли. Серебряный. Сейчас это совершенно не нужно. Даже можно предложить, пускай ставят. Уйдем сюда, здесь заведем эту атаку. А на это, собственно, то кольца пешка все равно будет размен. Поэтому забрали. Так, 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 так. Чтобы пешку потерял. Да, все правильно, пешка тоже. Серебряный. И вместо вот этого хода вставляем слона. Ну, и здесь смело, если ладья хочет сохранить атаку, если она уходит, то мы, как бы, без вообще зазрения совести забираем это копье. И здесь будем... И уже как-то неплохо. И сдерживаемся, и все будет нормально. Поэтому возникает вопрос, как здесь лучше всего сыграть. В партии была ладья, ушла. Уйдя, как бы, от этого. И это, наверное, все-таки не очень лучшее здесь предложение. Начинаем теперь отбрасывать это серебро. Теперь пешка сюда хорошо. Этого хода нет. Если сюда, так еще дальше продолжаем его гонять. Если сюда, так мы замедляем ладью. Поэтому этот ход непонятно, почему выбрали на него. Как здесь можно было сыграть? Ну, такой, наверное, достаточно ключевой момент в партии. Хотя, ну, все еще дебют. Как здесь надо было играть? Ну, если так, то, наверное, вот так. И это будет... Грустно. Это будет грустно. То есть на этих связках будем играть. Поэтому можно было, наверное, так. Ну, мы, во-первых, грозили просто у меня слона. Бесплатно. Если слон заберет... Если слон заберет... Не знаю, может быть, пешку посмотреть. Ну, как-то здесь дырочка. Может быть, серебром. Ну, в целом, пока у меня ладья у нас осталась здесь. Просто здесь, наверное, не слон будет заберет. Можно будет попробовать надавить. Правда, этот слон тоже не живой. Я думаю, что мы можем забрать. Так, мы же забрали серебру, правильно? То есть наоборот. Ну, то есть и в итоге у нас серебро окажется здесь. Ну, какой-то, тем не менее, один из вариантов, который здесь мог случиться. Ну, в партии было не так. В партии ладья ушла. Ну, тем не менее, возвращаться на сцену планирую каким-нибудь способом. Когда надо будет. Ну, и начинают отгонять этого. Сереброме. Наверное, стоило восстановить этот вариант. Но не хотел совсем уже, как бы, в пассивную ехать загонять серебром. Поэтому ушел сюда. Сразу нарвался на вторую пешку. Вернулся. И тут еще успели разлиться. Пока вот эти все маневры совершало серебро черных, здесь уже успели достаточно купиться. Обращаю внимание, что пока вот в ладейной атаке даже встреч не идет. Это, как бы, основа, и в том, как уговорить, в том, что играть на… либо медленно развиваться, и потом, когда вы развились, толкать пешку от ладей. Либо встречать соперника и его быстро атаку. Собственно, даже часто вот на этой атаке даже где-то ладья иногда может перечислить в эту позицию и встречными атаками атаковать. То есть иногда рисунка Кавари похожа на смещенную ладью в некоторых вариантах. Особенно можно писать в партиях Итадани Тесура, восьмой данной. Если вы вот войдете в базу данных DB2, найдите Итадани Тесура по его партиям, или найдите, где он играет Тесунка Кавари, он один из таких массеров в этом дебюте, то есть с ним вы увидите некоторые варианты именно вот в этом же дебюте, где ладья переводится. Обязательно это гляньте. Так, золото развилось, серебро. Двинулось. Серебряный здесь неплохо. Два серебряных занимают центр. Вот эти пешки. Сейчас у нас тут авангардик. Еще один создался. Вот тут мы видим два авангарда. Авангард – это всегда хорошо. Напомню, в книжке у Хабу «12 принципов Сёги». Одна из глав называется «Авангардная пешка». Это очень важное понятие Сёги. Умение создать и удержать авангардную пешку – это уже показатель определенного уровня мастерства Сёги. Мы здесь видим, как Хабу как раз два авангарда Созбова и два их удерживают. Собственно, авангарда – это возможность своим фигурам где-то иметь пространство. Во-вторых, второй момент – авангард – это будущая навешанная пешка всегда. Где-то в каких-то вариантах. Так, серебро поднялось. Пешка. Ну, ладья здесь, но тем не менее. Взяли. Так, пешка. Ну, и надо ладью эту как разращать. Она тут стоять будет долго. Держа копьё слон. Ну, слону некуда деваться. Можно было пытаться тут, но это не совсем, наверное, разумно было в данной ситуации. Разменяли-разменяли. Ладья нацелилась на пешечку. Сразу уже защищается слон. Нападая на ладью. Ну, если опять загоняется, то это какой-то… Да. Понятно, что это всё просчитывалось. Слон опять выставляется. Взяли, допустим, слона, развелся конь. Развелся конь. Так, так, так. Опять слон выстоит, допустим, да? Ну, просто защищаем каким-то образом. Не знаю, там золотые, но уже здесь нормальная форма. Или сюда, или не знаю. Лучше. Ну, и стоим нормально. Голова защищена конём. Серебром. Ну, в принципе, тут какая-то игра. Поэтому, не предлагая, пускай хочет, чтобы соперник выбил, начинает атаковать проблемное место здесь. Ещё один авангард, да? Выбили. Каким серебром лучше? Четыре. Ну, четыре. Топешка не будет защищена. Поэтому, конечно же, вот эти. Ну, понятно, тут как бы есть пространство. Вот этим гулять может серебряный, который попятый. Ну, если отходить, то это как-то совсем пассивно. Поэтому тут, наверное, надо искать другие варианты. Естественно, один из других вариантов – это вот пригласить серебро подвинуться. Если забрать, встретить его… Так, давайте, к сумме себе заберем. У нас спешка не идёт же, правильно? Наверное, просто водяка включится куда-нибудь вот сюда. Да? Будем обращать внимание. Ударчик. Серебро. То есть, мало того, что серебро какое-то такое не живое. Тут как бы пешки держатся, оно такое… Как бы в ловушке некоторые. Ну, пока её не поймаешь. Но, тем не менее, вот этот ход, с пропадением этой фигуры, это как бы отношение к компенсациям что-то заберем. Поэтому, наверное, на этот ход… Ну, вот серебро оно держится. Лучше ничего не делать, а атаковать. Потому что, если уйдёшь, всё равно тот же самый вариант. У нас встречается. Забирается здесь серебряный. А, флонажа нету, флонажа нету тоже ничего. Ну, то как, знаете. Словно. Словно и разменено. Да, мы выбили серебряный, пешка забрали. Забираем здесь. Какой ход Хапа делает? Грозит неприятная вот эта вот штучка. Я думаю, многие бы из вас этот ход бы сделали. Не грозит он забрать. Там уже идёт вилка на короля, а отец на центр. Да. Всё правильно. Поэтому, просто сразу ставим этот ход. Не то, что вилку, даже если ты не забрал, и… Всё, нет. Слон. Король. Ну, и мы обращаем внимание, что золото это не поднято, и здесь можно грузить в это боли. Таким образом, превращаемся. Забираем. И что делаем? Очередная пешка. Ну, позиция непростая на самом деле. Непростая на потому, что здесь слишком много пространства у Хапа. И при грамотной игре это как-то можно использовать. А король вообще вот уже успел спрятаться. И от ладьи нету ещё пока какой-то опасности. То есть нужно нажмите. Ход только, чтобы угрожать чему-то. Ещё непонятно чему, правда. Здесь только, конечно, нужно правильно сыграть. Ну, один из вариантов, который здесь можно было рассмотреть, это… Это вот… Выставить слоном на 1-5. Ну, то есть попрощаться с этим слоном, с конём. Ну, и в то же время есть вариант как-то с зятем. Вот здесь игрой. То есть, наверное, начальник прежде, чем зятя. Ну, возможно, он, возможно, жилой зятя заберёт. Может, что-то здесь можно даже сделать. Ну, то есть, скорее всего, что так надо будет играть. Ну, может быть, странно выбрать. Не знаю. Слом. Или… Ну, сложная позиция, на самом деле. Я смотрю, что тут как-то серебро там где-то может включиться. Ну, в общем, непростая. Ну, в общем, не так всё было. Решает… Коня затаскивать, хотя бы, за пешечку. Дану эту связку разбить. Замечательную. И дальше как сыграл? Как чёрные у нас сыграли? Ну, заметили, что здесь есть вилка. Если сюда ладья станет, то есть вилка. У нас две фигуры. И, как бы, там ползаром можно сделать. Брат сюда серебряный. Наверное, это будет плохо. Потому что ладья будет максимально тут ничего не делать. Слон сюда влетит, вернётся и… Ну, тут неравноценный совершенно обмен. Потому что здесь также угроза. Какая-то пешка здесь ещё не превратилась. Слон тут непонятно куда будет девать нормально. В общем, тут плохо. Соответственно, тут единственный нормальный вариант – это уйти. Тем не менее, слон у нас нападает на коня серебряного. Вроде как серебро отыгранное, но король находится в центре. И серебро вообще тут может сыграть какую-то роль. Терпеть это невозможно. Естественно, надо избирать. Ну, видите, как я обещал в комментариях, что партия достаточно весёлая. Вот она у нас весёлая. Улюбленная, да? Король ухаблю в центре. Это к разговору о… Слон вот сюда. Слон вот сюда. И мы забираем здесь лазью. Не превращаясь. Секундочку. Не превращаясь. Ну, грозит тут лазья шахом. Тут какие-то последствия. Поэтому следующий ход тоже вполне разумен. Надо этого короля наконец-то отсюда убирать. Иначе будет тут беда. Тут куча темпов. Неприятно. Тем не менее, наверное, ладью строла надо там вкидывать. Не совсем понятный ход был следующий. Вот этот. Ну, то есть он понятен, если бы там, конечно, там что-нибудь… Не знаю. Кон пробил бы. Например, бы. Можно было бы что-нибудь придумать. Ну, в общем-то, король. Просто начинают здесь убегать к своим фигурам. Нападаю на этой фигуры. Даже три. Ну, тут главнее безопасность короля здесь. Два золотых достаточно. Ну, сразу, чтобы город. Забирает лазья здесь. Хабана Кумана сыграет с белыми. В данной фигуре не хватает у него. Лучонок, чтобы это как-то развить. Ну, если Бро сыграл свою роль, но вот за счет того, даже этой пешки, которая подогнала еще короля максимально дальше от бедистой вот такой фигуры атакующей. Теперь… Ну, непонятно, что с этим Серегром делать. Ну, вот не хватает немножко фигур, чтобы вот это все завершили. А здесь еще свои фигуры некуда выбрасывать. Ну, сейчас Брыжина будет раскручиваться в обратную сторону. Куда убирать ладью? Тут, на самом деле, вопрос такой… Ну, это просто отдача. Соответственно, если мы двигаемся в это направление, наверное, просто начнется движение за ладью. Если в этом направлении, все равно начнется движение. Ну, то есть… На самом деле, вопрос тут непростой, что делать в таких ситуациях. Атакует. Давай менять ладью для слона. Ну, это же, конечно, никто на это не будет. Серегрой забрал. Пешка в лоб к краю. Забрали. Ну, как-то вот нечем тут прихватить. Особо. Конь, вот у нас все, для этого все выставлено было. Сейчас уже там биоми, вот эти вот переходы уже делаются на биоми. Сюда, видите, ладья по максимуму играет в рулю. Дай по тролю сюда выбегать. Ну, король прямо наобла идет вообще. Ну, нечем. Ну, обратите внимание, фигурка нету. Все. Тут, конечно, всегда надо иметь в виду, что есть всякий адис вот с этими двумя. Но пока тут некуда ставиться. Ну, слишком много пространства у короля. Туда прямо можно выбегать. Король сюда. Ну, в общем-то, цели определенно добился. Добились черные, можно забрать спину на пешку. Ну, так посмотреть немножко так, даже как-то так, где-то чуть тревожно. Если бы крючок в каких-нибудь фигурках были, да? Как-то король в какой-то позиции. Ну, вот начиная свое движение, теперь этот конь ничем не держится. Водиа. Ну, хочется поотъедать хоть что-то. Коник. Забирается золото. Нужны генералы. Ничего не поделаешь. Ну, можно сразу забрать, можно еще короля куда-нибудь погонять. Куда побежит? Вниз. Вниз. Есть вариант. Еще пешку можно забрать. Опять его нету. Поэтому варианты есть. Ну, если заберем здесь, то мы можем даже однагреть все это золото забрать, чтобы уже не было. Ну, главное тут не доиграться. Креймат неземную. Поэтому. Вначале забирается здесь, то вращается. Ну, здесь имеется мысль превратиться. Возращаться назад уже никто не будет. Так, есть возможность вот копье забрать. В случае чего. Конь. Ну, и пора уже как-то хабу выдумать, Ну, если так долго ждать, то где-то и можно что-нибудь поразевать. Поэтому. Начинаем нагнетать. Напомню, у нас там еще есть слон. И уже есть какая-то угроза, да? Слоник сюда вниз. Два коня. Слоник вниз и уже что-то можно тут придумать. Ну, пока, правда, слоник вниз мы уйдем. У нас в пешке ничего не произойдет, да? То есть, слоник просто сюда. И еще как-то можно и застопиться. Ну, можно... Ну, можно уже как-то... Решить эту проблему с этим серебряным защитником. И уже как-то и все, и заканчивается. Достаточно быстро. Ну, чтобы совсем уже золото не перекрывать. Оно просто никто брать не будет. Так, он скатится. Так, здесь дальше было. Забрали черное золото. Конь. Ну, уже теперь здесь опасно все это. Надо что-то перекрывать. Как тут перекрыл? Коненька перекрыли. Тем не менее, здесь мы выбиваем. Там у нас еще один конь есть. Конь сюда. Серебряный сюда. Чем забирать? Королем. Ну, королем опасно. Летит опять конь. Забирает конем. Обращаем внимание, там у нас золотого нет. Иначе тут грязно, да? Угу. Тем не менее, есть серебряный. Значит, можно тут рубить все подряд. Тут, наверное, мат был 100%. Забирает золотой. Забирает ладья. Серебро. Ладья. Осклон. В общем, фигур достаточно. Причем у короля, видите, тут нет ни форточек. Ничего. Король. И... Да, просто забирает золотой. И последний ход. Снова. Тут конь у нас. Тут... Ну, я думаю, тут... Я не считал, но поверим Хабу, что двумя тканями, золотым и серебряным, тут мат будет. Тут, кстати, ходов-то немного. Мат. Тут, сюда. Ну, конечно. Серебро. А, можно сюда, конечно. Тот же достаточно просто. Серебро. Брать нельзя. Мат. Сюда. Слон превращается. Брать нельзя. Ну, и понятно. Вот такая была партия. И буквально через несколько часов Хаб, наверное, пошел у нас покушал. Что-то там у нас... В параллельном поединке победил игрок девятого дана Ясики. Такой ровесник Хабу. Даже, наверное, Хабу помоложе. Ясики обладатель, по-моему, в карьере его был титул Кисей. То есть... Ну, и до сих пор он достаточно на ведущих таких ролях. Ясики. И вот они боролись за выиграть плей-офф. В том числе Хабу там попадал... Ну, либо Хабу, либо Ясик попадают в случае победы вот в этом поединке. В ветку, где играет Мэйдзин Тересима и Фудисота там тоже. Фудисота, напомню, у нас обладатель этого трофея кубок. И в отличие, так как это небольшая корона, здесь нет матча. Здесь просто плей-офф. Соответственно, победить плей-офф получается вот этот титул. Не титул, а кубок Асахи. То есть такой... Кубок Асахи считается, наверное, самым значимым тюниром после больших коров. Я бы так это назвал. И вот буквально через несколько часов Хабу отдохнул там пару часиков, покушал, проветрился. И вот встречается он с Ясик и, пожалуйста, опять белый цвет. И какая же радость для всех любителей Сёги, что Хабу не стал играть с кальчиком. Как раз странно, вот на разборчик разыграл Шикин Бишу вдруг. Подтвердил статус такого универсального игрока в очередной раз. Ну а кто бы, собственно, сомневался? Это ж наш Хабу. Итак, Хабу белыми и Ясики у нас чёрными. Пешка от лазьи. Открывается слон, открывается слон. Ну и в прошлой партии было раздолото у нас. А здесь... Что-то я не то смотрю. Давайте секундочку. Вот. Вот партия. На баюке у нас Ясики. Так. Было не так. Пешка была продвинута, слон поднялся. И классический такой розыгрыш для Кабугавари. Открывается слон. Если Кабугавари поднимался бы серебряный, то что он сменялось, или даже вот так вот. Менялось бы и могло что-то быть. Ну, Хабу закрывает слона и такой намёк на что-то такое. Либо Ягвара, или Ганги, либо смещённый лазья. Универсальный отдел. Пешка. О, да уже. Вот это уже у нас кудзи-система. Ну, я уже сказал, что там лучше Кабиши, поэтому не буду тут прямо. Что же мы будем делать? Да. Поднимается. Пешка. Очень неплохая партия получилась. Такая. В том плане, что, как бы, ещё одни идеи для партия с четким ближшим. Тут можно посмотреть. Мы уже с вами смотрели и Миллениум, и... давненько не смотрели быстрых атаки, но как-то их сейчас не играют. Эти быстрые атаки с пешкой. И... И Анагумы в стиле Фудисота, да? И вот сейчас что-то будет новенькое, поэтому вот... Смотрим. Серебряный. Король. Ну, вот пока вот из этой позиции можно уйти и Анагуму с поднятой пешки, который играет Кабисот, и по-прежнему то же Миллениум, и по-прежнему у нас вот эти быстрые атаки. Король. Серебряный. Золотой. Плодья переключилась. Король. Ну, вот это, то, что так среди я быстро проднулся, немножко было сюрпризно для меня. Строим крепость, потом короля заведём. Пешка. Ну, обычно, если бы эта пешка была не поднята, то, соответственно, была бы задвинута вот эта пешка и пыталась, наверное, поднимала бы золото, но учитывая, что пешка поднята, вроде как Анагумы не должно быть, начинаем движение король свой пораньше. Серебряный. Пока не проясняют, что будут играть черные. Просто расставляются, скажем так, в такую базовую расстановочку, с которой можно выходить что угодно, но, пожалуй, после этого хода уже Миллениум тут не очень будет. Потому что для Миллениум важно вот это поле для слона, чтобы сюда мог уйти. Ну, классическая вещь. Если это будет Анагума, то эта пешка важная, она будет подрывать, подрывать вот эту пешку, потому что при Анагуме придётся закрывать, и как раз уже раз у нас есть католы для подрыва. Ну и потом серебряный сюда и так далее. Поэтому это тоже важный. Ну и вот сейчас, как бы, момент такой. Если бы играл пиасеньки Анагума, он бы сейчас, наверное, вот как раз бы сделал этот ход. Ну и дальше здесь поднялось бы, наверное, золото, поднялась бы пешка, ну и дальше было какое-то у нас развитие. Ну и в этой ситуации поднимается пешка, и такой намёк, что может быть и быстро атака. Поэтому, ну тем не менее, король-то уже двигался, но вот какой-то такой, что чуть лучше чего глядите, тут можем уже и начать, и серебряный бы лежал и так далее. Поэтому быстро король убегает. Ну и пользуясь тем моментом, что золото так и не развито, выпрыгивают ясики, атакуя эту пешку. Здесь, наверное, какие-то варианты, даже, я не знаю, вот таким, а потом во что-то такое играть. Ну как-то так всё это выглядит, не додел какую-то. Как-то хочется, чтобы здесь уже золото стояло, когда начнётся всё, вся эта каруселька. В общем, в этой ситуации не защищает, а просто пробегает дальше. Пешку. Хабу. Король. Ладья. Приключается на третью линию. Казалось бы, почему на третью, но сейчас объясню. Причём я здесь Хабу объясню, но после партии разбирал в этом варианте, в которой не было партии. Поэтому я тут как-то подсмотрел какие-то вещи. Ну идея такая, что пока вот, что вот эту пешку можно здесь контратаковать, сейчас покажу. Здесь поднимается серебряный. То есть уже не до анагумы, уже медленно. Не до анагумы, но на самом деле в этой партии будет анагума, это тоже очень важно. Тут строят у нас мина знакомая. Да, пора здесь поднимать золотого генерала. Ну, ждал, на самом деле. Ну, то есть, давайте не будем боюсь. Этот ход в принципе понятен, потому что в случае быстрой атаки эта фешка попадает под удар и вынуждены белые ладью сюда ставить позже. То есть если сразу открывается на четвёртую, то всё равно придётся переключить на третью, чтобы не тратить темп. Ну, есть ещё другой момент, который вот сейчас не решает идти в атаке эти все, а начинает медленно прогрессировать, поднимает здесь пешку. И так, ну, было ещё сделано вход королём тоже. Об этом снимали две одинаковые крепости. Подбинулось серебро. И вот здесь Хабу показывал, что он думал вот над следующей ходом здесь. В партии было 4-2. Вот я не знаю, за бем на ТВ жалко сохранять эти трансляции. Наверное, по платным всяким подпискам можно посмотреть. Но вот прямо на эфире очень удобно посмотреть, когда игроки после пальца начинают определить фигуры, доскатывать под кланом. Хабу показывал этот вариант, что он здесь толкнул пешку. Забирается. И дальше что? Толкнул здесь пешку. Вот это он рассматривал. Тут, видите, подстрядочки немножко все. Ну и в дальнейшем магазин выбить и выбить эту пешку ладьёй. И, ну, неплохо. На взятие, наверное. Что-то такое было бы. И в дальнейшем слон, помните, партию. Что-то даже такое могло бы. То есть, ну, вот какая-то такая могла быть игра. Так, чтобы просто было. Обратите внимание, что вот две партии подряд, и все равно эта пешка ему хочется хабу ее протолкнуть. Опять ее используется. Только совсем разные дебеты. Что-то такое. Смотрим. В общем, идея понятна тоже, я думаю, что достаточно. Распечка подвинулась – отличное место для слона. Контур – такой игровой слон. Но в партии было не так. В партии было… Слон отошел. Как-то он только отошел, потому что… Слон отошел. Ну, идея те же, только без этих резкостей. Тоже хочется толкать эту пешку. Сразу сюда у нас серебро побежало это все дело защищать. Ну, и начинает также прогрессировать у нас хабу. Золотой. Золотой. Тут у нас быстренький прогресс. Ну, в общем-то, перестраиваться в серебряную корону. В гинкамуле. Обе стороны. Но только естественно, что вот здесь не хватает немножко для гинкамула. Пешка это мешает. Поэтому здесь что-то промежуточное. Но, в итоге, я себе построил здесь анагону, конечно же. Вот после вот этого всего. Сейчас увидим, как это произошло. И, в общем-то, баланс в пользу черных медленно, наверное, начал смещаться. Потому что это гораздо крепче. Ну, и здесь все-таки, обратите внимание, вот этот слон. Ну, такой. Мешает развиваться ему. Так. В ход серебряный поднялся. Котье. Золотой. Король. Тут попросили этого слона. Нечего тут стоять. Куда выходить? Сюда, понятно. Там у нас планируется генерал идти. Вот. Начинаем развивать. Золотой. Гинкамури здесь у нас построено. А здесь у нас анагума. Вот в таком виде. Очень даже неплохо. И это, наверное, поможет, если у черных, чем у черных. Так, по балансу. Ладья опустилась. Переключились побольше. Ну, ладья опустилась. Теперь нету никаких там контр-игр. Поэтому тут смело мы переключаем. Конь. Тоже теперь у РСГ, наверное, ладью возвращать. Понятный ход. Конь. Ну, и обратите внимание. Сложно. Сложно. Ну, вот казалось бы. Смотрите. Игроки сделали все нужные ходы. Максимально прогрессировали. И при этом у черных получилось чуть получше. Сколько день прогресса? Что делать? Белый. То есть, пытаться прогрессировать. Я не знаю. Как быть, Гинкамури и сделать еще что-то сильнее. То есть, в Анагуму уже не уйдешь. Конь развит. Но это будет какое-то непонятно. И, в принципе, негде подрывать-то. То есть, любой какой-то вот такой подрывчик, наверное, будет не очень так в целом. Ну, и Хабу здесь решает атаковать лоб. Слабое место на Глуму. Но тут, собственно, и Гинкамури тоже это место не самое сильное. Только разница в том, что здесь от слабого места до короля у нас три точки. А здесь от слабого места тут две. Поэтому, ну, не знаю. В общем, ну, время, когда надо было как-то усложнять. Не уверен, что это в пользу дела. Слежка. Забирает конь. Ну, и тут можно легко ошибиться. В том плане, что слон уходит. У нас здесь есть какие-то вот варианты с набросами, если что. Не сразу, но они у нас имеются. Но, тем не менее, все равно можно было, наверное, смотреть и сюда, и сюда. Вариантик. Там, правда, уже где-то и краевая атака у нас все может случиться. Ну, в общем, как-то можно было по-всякому здесь играть. Пальцем просто был слон 8-6. Но я не знаю, почему все-таки не это шелом. Чтобы вот здесь что-то не нравилось ему. Наверное, все-таки какая-то краевая атака у нас здесь могла быть, случиться. А может быть, просто... Мы успеваем переключиться куда-нибудь. Там уже бросаем это дело, наверное, как-нибудь. Ну, еще какие-то могли быть на двух фронтах у нас здесь атаки. Ну, пока ты его так просто не выгодишь. На этот ход всегда у нас будет... Мы его отдаем, конечно, но будем просто двигаться этими пешками. Ну, пока здесь надо отвечать на этот ход. То есть взяли-взяли, поднялись, допустим, допустим... Даже, ну, как-то сюда, может быть. А, тут у нас серебро отъедается. Взяли-взяли, сюда воткнули. Уже нормально. Ну, в общем, достаточно... Ну, могла быть какая-то такая сложная игра. Ну, в общем, в партии решил... Разнесли, да? Да, пойти воткнули такое. Взяли-взяли. Селедренный. Ну, и конь, видите, там не так сильно берется, там пешка вставляется. Коня за фигурой мы получили. Поэтому тратим темп на перевод лазьи, чтобы там никакая фигура никуда не улетала. Были там опасности в связи с этим? Или, да? Сломаем. Пешка. Теперь конь у нас пролежает. Защищаем его. Атакуем здесь. Ну, ладья у нас по пятой. Надо как-то это использовать за этот факт. Слон. Ну, обращаем внимание, что не так не работает из-за пролета. Вынуждено уходить сюда. Ну, и надо иметь в виду, что, в принципе, этот слон за эту золотую может быть смело. Чтобы быть отдан, но не сразу это делается. Конь. Забрал здесь мясики. Здесь. Семь-четыре. Высел. Ну, надо. Наверное, что я пешку всегда хорошо. Конь. Конь серебряный. Эту пешку надо бы забрать чем-то, наверное. Какую? Вот эту. Сейчас кот белый забрал. Хабу серебряный. Сейчас может все-таки пешку забрать? Который покажет. Да, не страшно, мне кажется. Возьяна ушла. Ну, кровилка. А, подожди. Сейчас уже это не страшно. Пешку просто разоем фигуру, и все будет нормально, будет в красивой форме. Даже понятно, что тут почему серебряный час не стал. Так. И здесь. Ну, начинает играть на вот эти вот такие подпешечка. Такой шаг. Если у нас побежит туда какая-нибудь фигура, то мы коня. Выстрелим. Будет. Начнется там у нас дисбаланс во всем этом. Плюс еще слом где-то может быть есть. Поэтому, ну, в целом, ход, наверное, так к себе. Ну, король-то просто побежит. Пешка там выстрелена, которая могла быть где-то полезна. Но. Тем не менее. Забираемся здесь. Забираем серебряное. Обращаем внимание, что, как только у что серебряное здесь какие-то у нас появляются поля для чего-нибудь. Ну, надо разрушить тут связки. Не даем. Уходим. Тем не менее, все мы идем туда помним. И вот важный момент в этой партии на самом деле. Здесь как бы ошибся, который сразу очень непонятно. Ну так, ошибка такая была, которая в будущем сказалась. Могла ей не сказаться. Куда уходить этим золотым? Ну, то, что уходить надо, понятно, потому что там на взятие начнется, может, и пешка где-то превратится, и слом лететь куда-нибудь. Куда уходить лучше этим золотым? Вот ответив на этот вопрос, собственно, если бы Хабу ответил чуть более лучше, это я уже знаю, как дальше все будет. Уже начинаю так намекать, что Хабу тут мог где-то, да, чуть-чуть проиграть. Причем уход, ну, то есть он как бы лучше, но могло это не сказаться в будущем. Ну, так оказалось, что надо было уходить на 5-3. Уходишь на 5-3, ну, вот такая какая-то законсервированная позиция. Ну да, там летит слон, наверное, на 8-2. Понятно. Ну, ладно, ну, король начнет бегать тут. Начнет бегать, ничего не поделаешь. А ушел он на 6-4. И, не знаю, ну вот даже прямо видно, да, что вот это поле 5-3 какое-то стало проблемным. Поле проблемное. Слон. Ну, не надо позволять ничего это делать. Золото. Пешка, король. Нападает на вот этот серебряный. Ну, и заодно на ладью, если что-то понадобится. надо что-то делать. Но, по предсниманию, что тут можно, если куда-то пытаться убегать, то тут все равно под размер попадаешь. И еще как бы хуже не было. Поэтому, естественно, забирается конь. Забирается пешка. В спешке, в смысле, забирается. Беда, чуть тише. Ну, и, кстати, всегда имеем в виду, что здесь можно это забирать и где-то это как-то использовать. Конь этот, конечно, тут пока никак не заберешь. Укрепляет анагому. Я тут ошибся впоследовательность, на самом деле, прошу прощения. Немножко было не так. Когда король забрал здесь пешку, вот в этой позиции, здесь стоял серебряный, здесь стоял серебряный. важный момент. Вот так вот это было, да? Так, так, так. Вот в этой позиции. Забрали здесь. Вначале было выставлено золото. Вот так. Я там как-то потрапился с ходами. Вот в этой позиции было выставлено золото. Наверное, даже ход пропустил, скорее всего. Выставлено золото. И вот, наверное, стоило здесь попробовать уже выбивать. И вот хабу решает, что заберу в ответ на это. То есть золото выставлено, но уже его нету. Причем коня еще. Конь у нас еще где-то, где-то вот здесь. Вот такая позиция. Слон был здесь, да. Вот так. Выставлено золото. И вот сюда стоило. То есть золото выставлено, заберешь сона, я заберу вот этот серебряный. Все будет прекрасно. Конь у нас здесь. Этот конь под вопросом. И вот сейчас забрал здесь. Вот так вот было. Мы забираем здесь. Вот позиция. И вот сейчас забираем сон. И вот, наверное, бы никак не сказалось, что был этот ход. Наверное, я бы. Если бы хабу здесь, как бы вы походили? Я бы походил, когда я смотрел, где я взял из этой партии, я бы походил бы, конечно, сюда. Ну вот как так хочется сюда? Ну, потому что здесь вы не выберете ладью. Она и так тут неактивная. Она, конечно, какую-то играет роль в защите, но в целом она такая... Ну, этот спор гораздо лучше, в принципе. Вот эта позиция позвонила лучше. Он активный. Он здесь создаёт какие-то угрозы. Заберёт коня, будет какие-то дальше у нас надвигаться пешки. Ну, в общем, что-то такое. Почему хабу здесь забрал? Я вот так и не понял. Кстати, забрал. Да, забрал ладью. Вот какой-то ход такой, ну, это совсем не силовский. Забрать здесь ладью. Забрал ладью. Тут хабу меня расстроил. Серебряный. Ещё одна такая, ну, такая защитная фигура. То есть, ну, понятно, что никакая ладья тут ссылка ни на что не нападает. Просто ссылка опускается и... И четыре генерала в крепости. Забирается здесь конь. Ну, и обратите внимание, какой там голый король. Совсем голый. Ну, и вот эта слабость. Вот было бы совсем другое дело, если бы что-то было так. Не так просто там цепить за это всё. А так у нас сразу начинается разрушение этой красоты. Ну, тут рапа тринуться, конечно. И вот сразу здесь начинаем цепляться за фигурой. Понятно. Уже очень неприятный слон. Очень неприятненький. Если бы мы тоже многие, мы следующий ход нашли. Серебря, видите, тут не так просто его защитить. Ладья. Такая защитная, атакующая. Вот, найдите ход ясики. Я вот тоже думал по поводу всяких пешек. Куда пешку на? На 7… У меня нету пешек на руке. Там проиграется слон. А, нет пешек все добавили. И там слон висит. Он не проигрывался, просто пешек нет. Пешек нет, пешек нет. Ну и слон висит. Не, он там не висит. Я предлагала. На 7-3? Ну, 7-3-7-7. Ну, я не пешек. Ну вот, 7-7 просто. Ну, это пешек. Мы очень неплохо ходим, конечно. Просто слон ещё и шатом. И теперь как закрываться, мы проигрываем тут, ну во-первых, чем закрываться, тоже вопрос, закроешься, мы как бы тут продолжим веселье, середине, конь, король, забирается, золотой, нет, конечно, у нас тут есть фигура, но еще и с темпиком, золотой, забираем, король, ну вот, король просто, 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 ну еще и ладью, то есть бежать непонятно куда, вперед уже тут сложен, тут просто крепость ждет, то есть король был задан в такую ситуацию, что спасения у хаба просто нет. И в защите, по сути, четыре генерала, то есть они тут все играют роль, и нет никакого такого хода, который бы как-то тут помог. Хаба, конечно, пытался что-то, что-то делать, но просто вот так вот, после такого не стал там мучиться и игрался, ну потому что, в общем-то, безнадега, полная такая, полная безнадега. Вот так, и хаба вылетел из кубка Асахи, не увидим мы, к сожалению, поведен какому-то там хабу, Тая Сима, это было бы очень интересно, хабу, Фуди Сота, жаль. Причем мой вот соперник, который, в принципе, по силе, хабу, да вообще-то и любой соперник по силе, но в общем, к моему огорчанию хабу вылетел. Вот, 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 вот. Ну вот, этот ход особенный, я, конечно, разочаровал, это взятие лазьи слонов, ну какой-то такой вот, ну, не очень. Там вопросы есть у нас? Ну что, ребят, спасибо за внимание, и присутствующие, и у экранов, уголовых экранов, обязательно подписываемся, лайкаем. И сообщаем друзьям о существовании такой замечательной игры. Всем пока.